Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, восьмой день забираю 250 тусклого нитаря, именно его. Так, это нам не нужно, давай-ка глянем, есть ли какое-нибудь событие у нас? А события нет. Что это такое за месяц летний, в котором нет событий, а? Скажи-ка мне на милость. Ну что это за дела? Хе-хе, не то. Вот это мне бы, вот это бы мне пригодилось. А так, еруда какая-то выпала. Ладно, Беззубик, мы отправляем тебя дальше на поиски, а мы ищем-то вообще что? Что мы ему ищем? А ищем, ищем мы как раз вот, вот эти штуки, ребята. Да. Ладно, пускай летит, пускай летит, а мы забираем пока наши ресурсы. Так, посмотрим, что нам здесь. Блестящий янтарь. В размере одной штучки нам выпало. Так, Йохан, у тебя есть что-нибудь? Ну-ка покажи мне, пожалуйста. У тебя есть, но такую цену ты ломишь прям заоблачную. Просто заоблачную цену. Так, этого парня мы, наверное, опять же отправляем за железом. Пускай шпарит. Так, тусклый, ой, блестящий янтарь здесь созрел. Хочу глянуть. Да, у меня есть еще на один. И я сразу его отправляю без коверца малейшего колебания. Что? Игра-то опять еле-еле тут двигается. Так, добыть и древесину. Это мы добыли. Ага. Друзья мои, 115 уровень. У меня нету, к сожалению, рыбы столько, чтобы его прокачать. А жаль, жаль. Зато есть вот отправить кое-кого и кое-куда. Так же с этим давай разберемся. О, весночес. Красавчик ты мой, весночес. Рыбная ты душа. Морочный шип, ты будешь? Ну, не у... Попал или нет? Я думал, друзья мои, попал. Но нет, не тут-то было. Он будет, видимо, сопротивляться до последнего. Так, ладно, этих всех за древесиной. Всех за древесиной отправили. Так, смотрим дальше. Боеволорд. Тут затесался у нас, засиделся, так скажем. Нет, что-то, ребята, игра еле-еле двигается. Почему? Вот почему такое периодически происходит, а? Кто-то мне говорил, что вот этот будет мне приносить много рыбы. Ребята, я его прокачиваю, никакой не приносит он мне. Очень много рыбы, как вы мне писали в комментариях. Не приносит. Давай вот так вот сделаем. Вот, вот это я понимаю, ребята, 231 миллион древесины. Приносит. Ну, разве это не красота? Конечно, красота. А если мы его прокачаем, он будет еще на 360 тысяч больше приносить. Ну, прокачка, конечно, дорого стоит. Но она того стоит. Ладно. Давай, тащи ресурсы. Так, этого тоже отправляем. Так, заходим на наш... Где у нас там полуостров-то наш маленький? Вот он. 350... Слушай, давай мы, наверное, его прокачивать отправим. Пускай он будет получать у нас 98 уровень. Так-с. Этот за рыбой ползает уже. Во всю там шуршит, елозит. Так, у нас еще же где-то здесь есть, да? Ага. Ага. Так, я... Почему это я тебя не отправил? Давай, я говорю, за рыбой дуй. Кстати, свечку надо найти. Найти свечу. Вот она, свечка. Вот она, свечка, свечечка, свеча. Ты развеем ее печаль, да? Отпор. Бесплатно. Здесь создание тренажеров. Фига себе, Барсик пошел создавать тренажеры. Это что-то новенькое, ребят. Так, а здесь? Ну, а здесь либо шестеренка, либо тусклый янтарь. Я на пак не рассчитываю вообще, ребят. Это тусклый янтарь. В районе 105 штук. Если честно, друзья мои, он не оправдывает... Вот когда он мне приносит янтарь тусклый, он не оправдывает мои затраты на руны, которые я отправляю. Совсем не оправдывает. Поэтому как бы немножечко так грустно становится, когда он это делает. Как будто как вредит мне. Хотя ему ли-то вредить. Давай, малыш. Что, что, что такое? Я... А, ну полетел. Он полетел, но обещал вернуться. Прям как тот Карлсон. Давай тогда здесь заберем. Со своими гнездами. Он со своими гнездами, ребят, никогда не распрощается, по ходу дела. Так. А, у нас еще и этот соточку добыл. Сколько он... Слушай, ну не так дорого. 112 миллионов, ребята, можно, в принципе, наскрепсти. Ну, уже, конечно, нельзя, не получится, потому что, по-моему, мы с тобой все припасы расторомшили. Кстати, мы можем сейчас попытаться, знаешь, что сделать? Если мы насобираем достаточное количество монет Одина... А нам нужно 100 монет Одина. Нам нужно 100 монет Одина для того, чтобы купить пак. Пак именно с ресурсами. Блин, смотрите рекламу, что ли. Может, рискнуть, ребята, глянуть ее? Может быть, покажут, и я получу пак. Шипорез, душитель. О, сарделька. Ни с того, ни с сего, ребят, сарделька появилась у нас тут. Вот как думаешь, рискнуть или нет? Давай я рискну. Может быть, все-таки получится? Слушайте, ребята, получилось? Как ни странно, выдал он мне глыба. Так, значит, сейчас мы с тобой приобретаем пак. Дай бог памяти мне вспомнить, где этот пак-то находится. По-моему, здесь. Пак на ресурсы. Вот он. Он стоит 100. Да, я покупаю. Так, яблоки. Не знаю. Так, сумка. Он мне надавал кучу яблок. Зачем мне яблоки? Светоч. А, слушай, вот это нам тоже... Да, ребята, хорошо, что нам вот этот суп выпал. Блин, ну тут еще столько. Вот где этот зуб искать? Фиг он тебе выпадет. На халяву, ребята, он не выпадет. Ладно, давай заберем здесь наши награды. Так, слушай, мы получаем... Мы получим два подарка сейчас, кстати. Два подарочка. Ну что ж, давай смотреть. И это нам выпадает 250... Ура, викингам. Ну, рок-чашка, так скажем, или кружка. И 30 рун. И 30 рун. Ну что, у нас, как ты видел, событий нету. Мы опять с тобой, как говорится, в пролете, как бабка в самолете. И нам придется... Нам придется просто набивать с тобой паки вождя. Это единственное, что, ребята, я могу вам предложить на сегодня смотреть. Можете сразу это закрывать, если кому не интересно. И, как говорится, идти отдыхать. А я... Я все-таки добью. Я хочу посмотреть, что же мне выпадет именно из паков вождя. Потому что раз на раз не приходится. Может выпасть очень неплохой лут. Види карточки на легендарного дракона. А еще, может быть, даже на элитку выпасть. Тут как бы... Да хорош его! Сейчас барсику шатает, не? Что-то как-то не нравится мне вот это все. Барсик, бедолажка, у меня уже почти, ребята, на последнем заходе. Это сейчас, наверное, с разгона его шваркнет. Тогда этот добьет. Паразит. Да ладно! Я думал, сейчас добьют. Но он оглушенный. Поэтому, ребята, от него толку ноль. Сейчас-то он его и ушатает. Но мы-то в долгу не останемся, верно? Мы-то в долгу не останемся. Это нам не надо делать. Давай вот так вот его хлопнем. И будем уже с тобой так... Твою, налево оглушать будет. А что-то он так... А не кажется ли тебе, что он очень жирно ударил по мне? У тебя не было такого ощущения, что очень жирно он по мне бомбанул? А вот сейчас он, по-моему, его уничтожит. Нет? Нет. Так. А сейчас? А сейчас на территории... Ну, если он даже добьет, ребята, ему в любом случае хана. Все. До свидания, дядя. Ну-ка, покажите мне, кто у нас тут. Опа-на. Вот он, клиентик-то. Вот он где сидит. Ждет меня. Так, раз, два. Они тут вдвоем сходят. Потом... Потом третий. Понижает броню. Что ты там собрался делать? Алая плеть. Барсик, не растеряйся. Красава. Так, глыба. Давай, наверное, его все-таки будем шваркать. Ой, сейчас, по-моему, масуха пойдет от него. Не было никакой масухи. А этот Хариус, наверное, сейчас добьет его. Давай, 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 истерик. Ну да, ребята, 556 нанес он. 556! Это офигеть какой урон, ребят. Полтысячи! Полтысячи просто-напросто. Ну-ка, давай на него слепотуем, чтобы он тут не прыгал. Я знаю, что он тут сейчас будет... Удивительно. Почему он не стал делать? Хотя энергия у него потратилась. А что же это был за удар такой интересный, а? Вот они, хлопцы, стоят. Громорок. Ну давай с него начнем, фиг с ним. Ну, сейчас энергия... Опа! Большинство врагов, друзья мои, имеют именно удары, которые понижают нам броню. И это очень плохо. Хотя я даже не знаю, что хуже. Понижение брони? Вау-вау! Или же все-таки понижение атаки? Да ладно! Ты серьезно, блин? Он же сейчас шваркнет. А ну-ка, парень, выручай. Давай-давай-давай, делай свое дело. Савчик. Вот только не надо усиляться-то было. Зачем ты усилился-то? Надо без усиления. Аккуратненько. Смотри, два раза, два раза, ребята, он пытался поджечь меня. А я его вот так вот. Ему, наверное, сейчас так обидно. Ё-моё, скажет, блин, два раза ослепил, ничего сделать не могу. Ну, а как по-другому-то? По-другому никак. Ну, вот и первый пак вождя. Давай смотреть. Шторморез, ловарык, громобой, барс и вепрь. Ну, на самом деле скудно, очень скудно. Всего лишь три карточки выпало. Опа. Кого я там увидел? Кого, друзья мои, я там заметил, а? Матриарх или как его звать-то? Я уже все время забываю, как его звать. Поехали. Почему именно с него, ребята, стоит начинать? Ну, пожиратель энергии, как бы он. Блин. О, видел? Видел? Ну, просто сжигает гаденыш энергии у меня. Просто сжигает у меня энергию. И что? Так. Ага, сюда. Это сейчас опять сожгет. Неужели все три штуки? Две. Друзья мои, две энергии он съедает за удар, блин. Паршивец и такие. Давай, сделай вот так вот. Следующий удар будет, наверное, от... От него. Сейчас фаербол полетит. Как, пидать, полетит фаербол? Ничего себе. На. Опять у него фулл энергия. Почему? Сфига ли у тебя фулл энергия-то, парень? Остынь, родной. Иди поспи. Угу. Очередной охламон. Вот он стоит. Видишь, они как делают? Я, если честно, я уже давным-давно забыл, ребята, когда я использовал в команде стража. Последний страж, который у меня был, это, если я не ошибаюсь, Ветрокрыл. Но Ветрокрыл на тот момент действительно был гениальный дракон. Если кто не верит, может посмотреть старенькие-старенькие серии. Начиная где-то, может быть, с 20-й по, наверное, 50-ю. Или даже по 100-ю. Ветрокрыл там жарил драконов просто в путь. Да, были славненькие времена. А потом... А потом что получилось, ребята? Во-первых, так как он эпический дракон, он очень медленно стал прокачиваться. И поэтому он просто-напросто... Как бы тебе это сказать-то попонятливее? Он просто очень сильно стал отставать. Очень сильно стал отставать от своих, в данный момент, от наших предшественников, да? Которые вот имеют 17-й, 18-й уровень. Он на тот момент, если не ошибаюсь, имел 20-й, ой, 20-й, 12-й, 10-й, 11-й. По-моему, такие вот маленькие уровни. И как бы... Мне пришлось его убрать. Он не наносил достаточно урона. Плюс он очень такой, требовательный. То есть он поедал много энергии, ребята. Если не ошибаюсь, нужно было накопить 5 энергии. И он это все съедал. Но там были, конечно, свои плюсики. Там были свои плюсики. Он замораживал всех противников. И хилял себя. Но так мало хилял, что... С нашим громобоем, конечно, это не сравнится. Вообще никак не сравнится. Так как... Громобой хиляет всех. И причем довольно прилично. Так, ребят, я оговорился. Не громобой, конечно же, а шторморез. Шторморез. Громобой это из другой оперы. Громобой вот. Вот. А я говорил про штормореза. Просто что-то в голове засело. Он у меня не знает почему. Вот здесь вот, кстати... Вау. Промах... Он промахнулся. Ребята, он промахнулся. Акела промахнулся. Поэтому давай-ка его... Ух! Вырубили. Радоваться рано. Потому что этот... Пожирает энергию. А этот, ребята... 100% тянет на ульту. Поэтому, как бы, ну... Тут не надо жалеть, ребят. Не на что. Как только накапливается хоть какая-то... Хоть малая доля энергии, ты лучше ее сливай. Потому что этот гаденок в следующем ходу ее просто сожгет. Так что, если видишь этого в бою... В бою, лучше сразу, ребят, трать энергию. Есть еще громобой сделал? Ну, я его сейчас, надеюсь, в слепоту возьму. По-моему, не возьму. Не возьму, ребята. И, по-моему, я тут сфейлюсь. Он сейчас барсика ушатает. Слепоту на него вешаем. Это дает мне некое преимущество. В плане того, что мне два раза его куснуть. И этого будет достаточно. Вовремя. Вовремя мы с тобой это сделали. Потому что иначе бы была бы крышка. А так крышка будет ему. Ну, все, громобой. До свидания. Так, ну что, ребятули. Вот наш последний пак вождя. Ужасные чудовища. Громель. Громобой. Костолом. Громель. Защитник. И Кривоклык. Атя-тя-тя-тя-тя. Сейчас бы, вот если бы мне это не выпало бы, я бы, ребята, и не вспомнил бы, что Кривоклык у меня готов прокачиваться. Но все равно дерева нету. А, там не дерево нужно. Там нужно... А, дерево, чтобы поднять. Ну, там до 92-го уровня ему качаться и качаться, ребят. До посинения. Ну что, друзья. На этом будем сегодня закругляться. Потому что у нас больше ничего нет. Никаких... Так. Никаких заданий нет. 450 не хватает. А вот этого тоже не хватает. Тогда все. Все, ребятушки, закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok